И еще один интереснейший фактор, ради которого, собственно, я решил снять это видео. Он указывает на то, что вся эта распродажа планировалась заранее и, возможно, уже давно. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Вчера, следом за крупной распродажей крупных держателей биткоина, весь криптовалютный рынок довольно сильно упал. Он потерял 400 миллиардов долларов. Закончилась ли эта распродажа или она только начинается? Хватит ли на рынке покупателей, которые продолжат удерживать цену биткоина в районе 50 тысяч долларов? Будут ли они стараться продержаться до конца этой недели? Или же мы увидим еще более дикую многонедельную коррекцию? Я вспоминаю одно старое высказывание. Волатильность – это та цена, которую мы платим за владение биткоином. Вчера точно был тот день, когда мы заплатили эту цену за волатильность. За очень короткий промежуток времени биткоин упал на 20%. Но это падение, кстати говоря, достаточно быстро выкупили. Вчера и сегодня на основных биржах огромное количество позиций на миллиарды долларов были ликвидированы. Это стало одной из самых крупных суточных ликвидаций за все время. Я знаю, что такие действия кажутся алогичными, но на самом деле именно такие распродажи, такие периоды коррекции в долгосрочной перспективе являются положительными для рынка. Они помогают обуздать жадность, остудить перегретые индикаторы и немного успокоить все происходящее. Кстати говоря, сейчас мы вернулись к тем ценам, за которые биткоин торговался всего 4 или 5 дней назад. Вот такая небольшая перспектива. Мы можем увидеть, как в ближайшие дни биткоин снизится для тестирования других областей поддержки. Зона, от которой биткоин отскочил вчера, это 46 700 долларов. Это очень важная поддержка для биткоина. Вчерашний отскок и тест это очень хорошо. Возможно, мы снова увидим тест этой области. И если следующий тест покажет, что этот уровень все еще остается поддержкой, мы можем ожидать дальнейший рост. Если же нам не удастся удержать этот уровень, то мы наверняка увидим откат к 46 000 долларам. Уровню, который представляет собой зону 20% коррекции. В случае падения еще ниже, коррекция может составить 28%, а цена опустится до 42 000 долларов. Такая ситуация достаточно нормальная для биткоина, ее нельзя списывать со счетов. На самом деле, если такое произойдет, для меня это будет крайне бычим сигналом. Давайте посмотрим на индикатор RSI, ведь он является очень важным индикатором, который может показать, продолжится ли текущее движение цены. На недельном графике у нас рисуется классическая медвежья дивергенция. То есть возрастающие пики для цены и понижающиеся пики для RSI. Что же это значит? А это означает большие проблемы. Давайте посмотрим на последние два раза, когда это происходило. Для того, чтобы найти два подобных примера, пришлось вернуться в плоти добычего рынка 2017 года. Там все разыгрывалось практически аналогично. Те же возрастающие максимумы для цены, которая, кстати, на тот момент обновляла один исторический пик за другим, прямо как и сейчас. RSI в обеих случаях медвежьей дивергенции в 2017 понижался на протяжении нескольких недель. И тогда мы видели огромные коррекции биткоина на 36,41% соответственно. А продолжительность коррекции около 6-7 недель. Сейчас мы должны быть готовы к подобному, учитывая то, что находимся практически в такой же ситуации. Ты готов к такому, если это произойдет? Психологически ты готов к 6-7 недельной коррекции? Это предостережение не исключает того факта, что рынок находится у продолжения мощнейшего роста цены. Если вдруг выйдет какая-то невероятная новость. Например, Apple скажет, что купили кучу биткоинов. Тогда, понятное дело, криптовалюта начнет расти сумасшедшими темпами. Но мы сейчас говорим только лишь о технических индикаторах. Отойдя от технического анализа, возникает вопрос, а откуда же пришло все это давление со стороны продавцов? Кто уронил рынок? Кто вообще решил продавать биткоины? Мы наблюдали огромный всплеск на биржах буквально за несколько минут до того, как падение начало набирать обороты. По факту это был максимум притока биткоинов на бирже с марта предыдущего года. Большая часть от этого объема пришла от майнеров, которые переводили большое количество биткоинов на бирже в последние дни. Они продавали, фактически делали то, что мы так часто видим во время исторических максимумов. Приходят майнеры и разгружают кучу биткоинов. Эта распродажа была очень большой. Есть такой индикатор, который отслеживает социальный объем инвесторов, выкупающих биткоин. Так вот, он тоже был невероятно низким, особенно по сравнению с предыдущими просадками. Количество сигналов на покупку дна также был чрезвычайно низким. На основе этих данных могу предположить, что потенциальный интерес розничных покупателей в биткоине стоимостью 50 тысяч долларов не такой сильный. Может быть, они просто ждут, пока цена станет еще ниже, чем сейчас, чтобы начать свои покупки. Во время этой распродажи также произошло падение количества основных китов. Так что общее количество кошельков с балансами от 1000 биткоинов и больше упало с 2462 неделю назад до 2416 сегодня. Это означает, что 46 китов продали так много биткоинов, что фактически перестали быть китами. Чтобы вы понимали, сейчас речь идет о десятках тысячах биткоинов, что снова говорит о невероятном давлении продавцов на рынок. Это была огромная фиксация прибыли майнерами и китами на новом историческом пике. Именно это и является причиной того, почему мы видим такое сильное падение цены. Но нужно понимать, что это просто распределение биткоинов. Когда майнеры и киты продают свои монеты, то они сразу выкупаются другими участниками рынка. А все потому, что биткоин до сих пор пользуется огромным спросом. Кроме всего этого, мы наблюдали и агрессивную антирекламу биткоина. Илон Маск, к примеру, сказал, что биткоин и эфириум слишком дорогие для покупки. И Питер Шиф сюда тоже вписался. Ну, не будем сейчас о нем. Поговорим о комментариях Илона Маска насчет покупки Теслы биткоина на полтора миллиарда долларов. Илон Маск назвал эту покупку авантюрой. Он даже сказал, что биткоин почти такая же чушь, как и бумажные деньги. И ключевое слово здесь «почти». Человек, называющий биткоин почти чушью, в то же время продвигает доги-коин, который является просто шуткой. Либо я не понимаю таких шуток, либо Маск не совсем тот человек, за которого его воспринимают в сообществе. Не буду углубляться в этот вопрос, а то с катушек съеду без сомнений. Иногда на эмоциях я могу наговорить лишнего. Новый министр финансов США Джанет Йеллен, о которой я уже упоминал в своих видео, опять вспомнила про биткоин. И сказала абсолютно то же самое, даже ничего нового не придумала. Мол, биткоин для беззаконников и всяких мракобесов, которые отмывают деньги, продают незаконные товары и так далее. Кроме этого, биткоин, по ее словам, потребляет слишком много электроэнергии и оставляет слишком большой углеродный след. Что ж, вот с этим я могу согласиться. Сам не раз об этом говорил. И еще один интереснейший фактор, ради которого, собственно, я решил снять это видео. Он указывает на то, что вся эта распродажа планировалась заранее и, возможно, уже давно. Крупный игрок, продавший свои биткоины до краха в марте 2020, избавился от большой части биткоинов незадолго до краха в понедельник. Стоп. И еще раз. Кит продал биткоины на 156 миллионов долларов до крупного падения биткоина вчера. Продал до падения. Инсайдерская торговля? Кстати говоря, эта транзакция была второй по величине в 2021 году. Эта транзакция на сумму в 2700 биткоинов привела биткоин к массовой панической распродаже, которая вылилась в самую большую часовую свечу в истории главной криптовалюты. Побили еще один рекорд. Изучение кошелька этого кита привело к неожиданным результатам. Оказалось, в марте 2020 он также избавился от биткоинов прямо перед коронавирусным обвалом. Ну, ты его помнишь, конечно же. И теперь он повторил все то же самое перед вчерашним падением. Похоже, об этой распродаже было уже известно, и она была запланирована, и те, кому было позволено, знали о ней заранее. Ты скажешь, Ди, что-то очень много негатива сегодня. Есть и позитив. Кроме того, что мы можем купить свои любимые криптовалюты на 20, 30, 40% дешевле, есть еще одна новость. Кто-то купил вчера биткоинов на миллиард долларов. Эти биткоины были куплены и выведены с Coinbase. Предположительно, это было сделано двумя китами. И, возможно, это был Майкл Сейлор и Микростратеджи. Ведь они планировали купить биткоин на 900 миллионов долларов. Вот в этом ролике, что сейчас на экране, я об этом говорил. Очень похоже на то, что они это и сделали вчера на этой просадке. Но я думаю, что это не самый вероятный сценарий. Скорее всего, Сейлор будет выкупать текущую просадку по мере того, как он будет получать деньги от продажи ценных бумаг на сумму в 900 миллионов долларов. Но также не стоит забывать, что Микростратеджи не единственный покупатель. Всего две недели назад у них была крупная биткоин-конференция, о которой я тоже предупреждал в одном из своих видео еще месяц назад. На этой конференции присутствовало тысяча институциональных игроков. И все они хотели получить возможность работать с криптовалютой. Хотели научиться покупать биткоин. Кстати говоря, на момент выхода этого видео, биткоин стоил около 34 тысяч долларов. И с тех пор вырос до 50 тысяч, и даже почти 60 в какой-то момент был. Так что, возможно, сейчас мы видим, как эти новички после этой конференции совершают свои покупки. Ведь покупка биткоина для корпорации – это не моментальный процесс. Это не так просто, как для меня или тебя. Создать аккаунт на Бинансе и просто купить биткоин с помощью карты. Все эти парни должны пройти через законодательную бюрократию, через внутренние процессы корпорации, получить одобрение правления, финансовый департамент должен высвободить средства для покупки, юристы должны задекларировать это все в комиссию по ценным бумагам и биржам США и так далее и тому подобное. Так что, после прошедшей конференции, мы действительно можем наблюдать, как покупатели приступили к активным действиям. И этот миллиард долларов мог принадлежать кому-то из этих новеньких парней, а не только лишь микростратеджи. Приход новых крупных покупателей – это многонедельный процесс. Тем не менее, биткоин пользуется очень большим спросом, и нам еще предстоит увидеть, как большая волна денег приходит в этот класс активов. Но это никак не отменяет того факта, что в будущем все равно будут крупные просадки и коррекции на рынке. По факту, биткоин сейчас все равно на 50% дороже, чем во время конференции микростратеджи, даже учитывая текущую просадку. Несмотря на эту большую коррекцию, биткоин все равно станет шестизначным активом, и я в этом уверен. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Поэтому до тех пор накапливайте сатоши. Накапливайте и покупайте на просадках. И кстати вопрос, купил ли ты на этой просадке биткоин или другую криптовалюту? Или все еще ждешь, пока цена упадет еще ниже? Ответ пиши в комментариях под этим видео, а также подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. А меня зовут Богатейши Ди, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok